Мало кто знает, что история успеха сельскохозяйственного кооператива Инзамолпром начинается с самодельной бочки полупрогнившего кузова молоковоза. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств Инзинского района Ульяновской области объединились в кооператив в 2016 году, чтобы заниматься переработкой цельного молока. Не изменяют себя и по сей день. Правда, вместо бочки непригодной машины сегодня укомплектованный цех и производственная линия. В 2018 году Инзамолпром выиграл грант на укрепление материально-технической базы. Общий объем инвестиций составил 16 миллионов рублей. Из них около шести – это собственные средства представителей кооператива. Дополнительно было создано, как я вам сказал, в 2018 году порядка десяти рабочих мест. Благодаря запуску вот этой переработки. Раньше все молоко мы вынуждены были сдавать в республику Мордовия. Потом Мордовия сдавала его в Рязань, а из Рязани оно уходило в Москву. Теперь весь процесс переработки и фасовки молока происходит в одном месте за 12 часов. После того, как молоковоз подвозит новую партию продукта к воротам цеха, его сразу отправляют на анализ. Несколько миллиметров молока инженер-технолог прямо из цистерны забирает в лабораторию. Здесь его в первую очередь проверяют на кислотность. Для этого в молоко добавляют три капли феноловтылина и щелочь. И если показатель после всех химических операций выше отметки 21, то молоко считается кислым. Соответственно, негодным к дальнейшей переработке. Сейчас мы сюда залили молоко на анализатор молока Клевер-2. Здесь у нас покажет температуру молока, жир молока, белок, плотность, сухой обезжиренный остаток молока. Если молоко проходит по всем нормам ГОСТа, его закачивают в приемный танк, где оно охлаждается. А это сердце технического процесса – пастеризатор. Аппарат способен производить тонну молока в час. Сама пастеризация происходит при температуре 96 градусов. После этой процедуры продукт отправляется на сепаратор, где получают сливки. Две ванны длительной пастеризации, одна на 500 литров, другая на 250, в цеху нужны для изготовления молочной продукции. Там сквашиваются йогурт, кефир, творог и сметана. Из молока цельного мы получаем молоко пастеризованное, мы получаем сметану, творог, кефир, сливки, мы получаем масло, мы получаем сыворотку. И даже начали сейчас мы делать брензу. Но изюминкой нашего производства будет газированный кисломолочный продукт – это калмыцкий кумыс. Лечебно-профилактический напиток из коровьего молока, с помощью которого, как обещает производитель, можно будет излечить туберкулез, всевозможные язвы и гастрит. В конце 2018 года кооператив открыл свой фирменный магазин в Индии. Нравится мне продукция наша местная. А чем нравится? Вкусная, натуральная. А что в основном берете? Молоко, творог? Я брала творог и сметану. Продукция из Молпрома продается в 30 торговых точках города и района. Поставляется и в одну из розничных сетей Ульяновска. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.